В эфире первого карагандинского новости. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Сирийская семья не может получить статус беженцев. Мать пятерых детей Сандулаша Раисова боится за жизнь своих близких после экстрадиции. Что их ожидает в Сирии? Моего 17-летнего сына и супруга призовут в армию и заставят воевать, а остальные дети останутся на произвол судьбы. На темиртауских главных дорогах выросли яркие цветы. В течение недели город может превратиться в большой цветущий сад. 12 апреля день космонавтики. В этом году исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. На темиртауских главных дорогах прямо из ям выросли яркие красивые цветы. Ничего аномального. Просто активисты города решили таким образом привлечь внимание властей к состоянию дорог. Жители и автомобилисты города не разобращались в соответствующие инстанции. Но все безрезультатно. Темиртаусы вооружились ведрами, лопатами и букетами искусственных цветов. Группа активистов на дорогах Темиртау нескольких улиц города высадила яркие клумбы. Самые большие ямы водители засыпали землей и украсили цветами. По их словам, это своего рода похороны темиртауских дорог. Вопрос, из какого материала делается этот асфальт. В этом асфальте вообще присутствует материал, так называемый битвы. Или это просто чистейшая воды, пековая мастика, которую выпускает наш завод. Ну, куда уже годится. Что об этом думают в Акимате города Темиртау, было вполне предсказуемо. Ремонт дорог в этом году запланирован. Но конкурсные процедуры не завершены и подрядчики еще не определены. В планах властей отремонтировать две улицы. Асфальтобетонные заводы начнут работать с мая. Примерно тогда начнутся ремонтные работы. По гарантийным обязательствам тех улиц, которые были сделаны в 2013-2015 годах, у нас в рамках договорных обязательств уже сделаны объезды совместно с подрядчиками, определены сроки. То есть, после того, как асфальтовые заводы приступят к работе, сразу эти гарантийные будут выполнены обязательства. Яркие клумбы появились на проспектах республики и металлургов. На протяжении недели активисты будут украшать дороги цветами. А поскольку дороги везде плохие, город будет большим цветочным садом, шутят автомобилисты. Все нестандартные действия активистов можно оправдать отчаянием и безысходностью. Многие жалуются на то, что уже не в первый раз приходится тратить сбережения на незапланированный ремонт автомобиля. Лариса Хусынова, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Семья сирийцев, живущая в Караганде, пытается добиться получения статуса беженцев через суд. Сегодня началось предварительное судебное заседание по иску сирийца Ясера Ализалдина о признании его беженцем. Он и его семья в данное время проживают в Караганде, так как супруга имеет казахстанское гражданство. Ранее им уже отказывали в присвоении статуса беженцев, но адвокат семьи Алексей Кочкарев подал иск на повторное рассмотрение этого дела уже судом. Подробности далее. Семья Ализалдин Райсовых приехала в Караганду из Сирии. Сандуваш Райсова и сириец Ясер Ализалдин поженились в 1997 году. У них родились пятеро детей. Когда начались бомбардировки в Сирии, семья приехала в Караганду на родину Сандуваш. В других городах Казахстана присваивают статус беженца, а нам отказали. В отделе миграционной полиции сказали, что беженцами признают лишь тех, кто спасается от преследования по расовой принадлежности, политическим убеждениям и национальной дискриминацией. Война, по данным полиции, в этот перечень не входит. Сегодня сирийская семья предстала перед судом. Вместе с ними на слушание пришли родственники. Решается судьба главы семейства и детей. Ведь срок их пребывания в Казахстане на днях истекает. Остаться в Караганде может лишь Сандуваш. Однако женщина опасается отправлять пятерых детей и мужа в Сирию. Если их встретит государство, моего сына и супруга отправят воевать. Судьба остальных детей под угрозой. Я боюсь за дочь и за себя. Меня там воспринимают как иностранку. Мы не просим остаться здесь навсегда. Хотя бы на один год. Если через год ситуация в Сирии стабилизируется, мы уедем. Я не хочу свою сестру обратно отправлять туда. У них война, всю жизнь война была. И так и будет продолжаться. Я хочу, чтобы ее здесь оставили. Она гражданка Казахстана, во-первых. А во-вторых, дети несовершеннолетние. Как она сейчас, если отправить, да, она здесь с ума сойдет без детей. В суде сирийскую семью представляет адвокат Алексей Качкаров. Защитник вынужден работать без доверенности от ясера, так как никто из нотариусов не берется освидетельствовать сирийские документы. Также не было в суде и переводчика. Судебные разбирательства продолжаются. Аймам-лина Жахслак-Нуртай Александр Цирикидзе, первый карагандинский. 510 километров автомобильных дорог будет отремонтировано в текущем году. Об этом на совещании в Акимате области доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абай-Саналбар. На ремонт будет потрачено 38 миллиардов 2 миллиона тенге. На караганду выделили около 3,5 миллиардов тенге. Какие улицы будут отремонтированы, узнавала Аймам-лина. В Караганде будут отремонтированы следующие улицы. Крылова от улицы Секена-Сейфулина до улицы Ипподромной. Мустафина от проспекта Нуркена-Абдирова до улицы Новоселов. Улица Волгодонская от улицы Гоголя до 7 магистрали. Садпаева от проспекта Бухаржра до улицы Гоголя. Архитектурная от улицы Магнитогорска до улицы Белинского. Муканова от проспекта Республики до улицы Таттимбета. Улица Язева от Университетска до проспекта Строителей. Улица Гопеева от Муканова до конечной 30 микрорайона. Улица Пичугина по частному сектору. Автодорога 14 микрорайона от улицы Кузимбаева до улицы 50 лет Казахстана. Участок дороги Бабушкина до улицы Каретная с выходом на объездную 18 микрорайона. Проспект Республики от улицы Муканова до Гудермесской. Улица Космонавтов от проспекта Бухаржра до 7 магистрали. Полтора миллиарда тенге потратят на строительство автомобильной дороги от улицы Букетова через микрорайон Панельцентр до улицы Приканальной. Также планируется реконструкция дороги по улице Ленина от проспекта Бухаржра до Терешковой, включая участок улицы Поспелого до Бульвар Мира. А вот на капитальный ремонт путепровода Фёдоровский будет потрачено более 222 миллионов тенге. На средний ремонт дорог выделено около 2 миллиардов тенге. По дорогам республиканского значения будет отремонтировано 231 км, по дорогам областного значения будет отремонтировано 215 км, в том числе и конструкция 9 км, капитальный ремонт 1 км, 1 мост, средний ремонт 208 км. По целевым транспортным районам и городам будет отремонтировано 32 км, в том числе Абайский, Актагайский, Шевский, Жанаркинский и города Рожалки, Металов, Кустыркан, Сарань. На улице Ленина будет положено новое асфальтное покрытие, также будут устанавливаться гранитные бордюры, парковочные стоянки, тротуары. Уличное освещение заменят на новые светодиодные фонари. Установят дополнительные светофоры и разделительные полосы от улиц Ерубаева до улицы Поспелого. В целом будет создано порядка 2000 рабочих мест. При ремонте автомобильных дорог максимально применяйте дороги, которые производимы в Карагандинской области. Каждые тенге, которые выдают выделять на эти выполнения этих работ, они должны быть потрачены эффективно, качественно. При укладке асфальта будет использован метод заливки швов с помощью плавильно-заливочного котла. Еще одной новой технологией станет использование присадки в битум «Ай-Чипсил». Она обеспечивает надежную текстуру поверхности и водонепроницаемость. Это позволит продлить срок службы покрытия. Также дорожники будут практиковать метод холодного ресайклинга. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В Нуринском районе назначили нового Акима. Им стал Никанбай Омарханов. Бывший глава района Кудайбергенбек Султанов избран секретарем городского Маслихата. Никанбай Омарханов имеет два высших образования. Он выпускник Целиноградского института сельского хозяйства и Карагандинского политехнического университета. По специальности инженер-электрик, экономист. Имеет большой опыт хозяйственной работы и государственного управления. Более 20 лет работал на различных должностях в сфере сельского хозяйства в Каркаралинском районе. С 2000 по 2010 год был заместителем Акима, затем возглавлял Каркаралинский район. Работал начальником управления сельского хозяйства Карагандинской области, начальником управления АО «Агроконсалтинг». С июня 2013 года до назначения был Акимом Актугайского района. Продолжаем выпуск. В ходе выездного совещания в Акимате Караганды первый заместитель Акима области Асалбек Дусибаев подверг резкой критике работу исполнительной власти Караганды по содержанию автодорог и санитарной очистки города. Далее в сюжете. Первый заместитель Акима области Асалбек Дусибаев провел выездное совещание с участием руководителей областных структур и актива Акимата. Были рассмотрены вопросы содержания автодорог, санитарной очистки Караганды и праздничного оформления к предстоящим праздникам. 1 мая – Дню защитника Отечества, Дню Победы. В ходе совещаний Асалбек Дусибаев подверг резкой критике санитарное состояние города – пилонов, опор освещений, остановочных павильонов, контейнерных площадок для мусора, тепломагистралей, дворовых территорий. Большое внимание Асалбек Дусибаев уделил проблеме несанкционированных свалок. Необходимо обратить внимание на санитарное состояние пилонов, библогов, опор освещения, особенно на центральных улицах. Практически все остановочные павильоны находятся в ненужных процессах. Контейнерные площадки оставляют желать лучшего. Необходимо провести работу с услугодателями по вывозам трудно-битовых отходов. То же самое касается ТВ-ТП «Караганда», ТВ «Караганды» и ТВ «Карагандажа». Особой темой для критики стало неудовлетворительное состояние основных и второстепенных автомобильных дорог города. Первый заместитель Акима области поручил Акиму Караганды объявить строгий выговор заместителю, курирующему данное направление. Аслабек Дусибаев сообщил, что для решения вопросов очистки и ремонта автодорог из бюджета будут выделены соответствующие средства на приобретение необходимой техники. В секторах город Юго-Восток Михайловка и Федоровка подрядчик ТО «Адал Инженерик» по секторам Майкуду, Пришахтник, Сортировка и Узинка, Проведители конкурса ТО «Исланки-З». В соответствии с вашим поручением, с 16 апреля мы планируем приступить к переможным работам. Еще один вопрос – это подготовка к праздничным мероприятиям. Стало известно, что в общей сложности в городе будет размещено около тысячи элементов оформления. Основные улицы и площади города украсят флаговыми конструкциями, тематика которых будет меняться в соответствии с праздниками. Учитывая особый период в экономике и небольшое финансирование на оформление города, в этом году Акиматом Караганды параллельно проводится работа с предприятиями и организациями города в части оформления прилегающей к ним территории. В целом, все мероприятия в городе у нас пройдут согласно утвержденному плану в соответствии с рекомендациями администрации президента. Подготовка находится на постоянном ежедневном контроле. В рамках санитарных четвергов объезды мы будем проводить с учетом всех служб, которые закреплены территориально за городом. По итогам совещания Асылбек Дуисипаев дал поручение Акимату, областным управлением энергетики и ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в течение двух недель провести работы по санитарной очистке города и в течение месяца решить вопрос по несанкционированным мусорным свалкам. А также были даны поручения касательно ремонта и содержания автомобильных дорог города. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. В этом году это особенный день. 55 лет триумфа науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли. Нашу Караганду называют космической гаванью, ведь Сарарка до сих пор встречает вернувшихся на Землю космонавтов. Земли Сарарки приняли 14 экипажей и 18 первых космонавтов. В 1962 году на территорию области впервые приземлились космонавты Андриан Николаев и Павел Попов. Сейчас в число почетных граждан Караганды входят 14 космонавтов. Среди них есть Тахтара Аубакиров и Валентина Терешкова. В историко-краеведческом музее космосу посвящен целый зал. Особое место занимает экспозиция, посвященная первому летчику-космонавту Казахстана Тахтару Аубакирову. Собрано множество его фотографий. Сотрудники музея говорят, что космонавт часто бывает в родных краях. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в год своего 70-летия посетила наш областной музей. В ее честь была организована фотовыставка. Валентина Николаевна была удивлена, ведь некоторых фотографий нет даже и у нее. Я хочу сказать, что сейчас появился особый интерес у детей к космосу. Поэтому мы как-то активизировали работу, поскольку здесь приземлялись наши космические корабли, космонавты. В Караганде проживает много людей, которые встречали их. Это или врачи, спасательная служба, или водители, которые их возили. Мы стараемся найти этих людей и по крупицам собрать те материалы, которые у них есть. Фотографии, или это сувениры, какие-то предметы на память. В Караганде покорители космоса встречает гостиница «Космонавт». История отеля началась с 1972 года и предназначалась она исключительно для космонавтов, возвращающихся из орбитальных полетов с космодрома Байконур. Если сегодня пройтись по улицам Караганды, можно заметить много достопримечательностей, связанных с космонавтами. Например, скульптурная композиция, посвященная 50-летию космонавтики. Расположен монумент на площади имени Юрия Гагарина, который олицетворяет достижения человечества в освоении космического пространства, величайшее мужество и подвиг космонавтов, всех поколений и стран, участие Казахстана в освоении космоса. Еще одна память о космонавтике – это гостиница «Чайка». 19 июня 1963 года Валентина Терешкова приземлилась в степях Карагандинской области. Позывной первой женщины-космонавта был «Чайка». А городскую гостиницу, которая принимала героиню, назвали в ее честь. В Караганде также есть улица ее имени. Это же город космонавтов. Начиная с первых космонавтов, вот сюда, здесь приземлялись. «Чайка» гостиница – это их. Не знаю, даже, честно говоря. Ну, Гагарин первый полетел в космос. А вообще еще что знаете карагандинских космонавтов? Не знаю. Что, по вашему мнению, значит для Караганды этот праздник? День космонавтики? Не знаю даже. А карагандинских космонавтов, вы что-то можете сказать? Ну как это что? Да вы что, здесь всегда космонавты приземляются, отдыхают здесь. Да мы космонавтов вообще уважаем, вот и до. Я думаю, что самый-самый хороший город для нас. И желаю всем-всем здоровья, желаю счастья, желаю всего-всего хорошего и процветания города. Без понятия даже. Ни с первичьего, мне кажется. То, что наши космонавты туда летят так же, так же там находятся. А так ни больше ничего, ни больше, ни меньше. Всех с праздника, с Днем космонавтики. Побольше наших космонавтов, чтобы туда летали, побольше, чтобы дети росли, как говорится, героями. Грустно осознавать, что сегодня о 55-летии со дня первого полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина помнят и знают немногие карагандинцы. История нашего города неразрывно связана с полетами человека в космос. Здесь побывали известные космонавты, конструкторы, ученые из разных стран мира. Караганду не случайно называют космической гаванью. Она всегда отличалась своим гостеприимством и по сей день встречает космонавтов. А сердце Замбаева, Жоксулук, Нуртай, Александр Терекидзе, первый карагандинский. 40 молодых стражей правопорядка приняли присягу. Около 800 сотрудников УВД Карагандинской области выстроились на плацу. Произнося торжественную клятву, новобранцы обещали достойно служить. Прозвучал приказ по УВД Караганды о переходе на летнюю форму одежды. Полицейские перешли на летнюю форму одежды. Новость стала приятной, в первую очередь для сотрудников, которые несут службу на улице. Это прежде всего представители дорожно-патрульной полиции. Кроме того, некоторые полицейские получили погоны заветными лейтенантскими звездочками. Начальник ДВД Карагандинской области получил свои лейтенантские погоны в 1987 году. Это был волнительный день. Гордость меня переполняла, рассказывает Меркин Байжа Паров. Я думаю, в этот день для молодых сотрудников останется всегда памяти. Желаем молодым сотрудникам успеха, удачи по борьбе с преступностью и охраны общественной порядки. На глазах у гарнизона спецназовцы и полицейские показывали приемы самбо, стрельбы и обезвреживания опасных преступников. Я очень рад, долго ждал этого дня. Сегодня я поклялся быть верным своей республике. Я в свою очередь обещаю быть честным полицейским, охранять покой граждан, бороться с преступностью и честно сдержать свое слово, которое я поклялся сегодня. Подобные строевые смотры проходят регулярно два раза в год, весной и осенью. Глядя на молодое поколение, можно быть уверенным в готовности сотрудников нести службу достойно. Присяга – это священная клятва верности народу и стране. А сердце Замбаева и сломбеку спана Александра Цирикидзе – первый карагандинский. С 15 апреля 2016 года до особого распоряжения на территории области проводится очередная акция по выкупу у населения незаконно охранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения, преступлений и правонарушений. Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно охраняющиеся у него предметы вооружения, вправе с заявлением обратиться в ближайший орган внутренних дел, в котором указывают свои данные на именование издаваемых предметов вооружения, марку, калибр, номер оружия, количество и источник их получения приобретения. За каждую единицу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ устанавливается вознаграждение в размере месячных расчетных показателей. Как говорится, книга не только радость, не только удовольствие. Без нее просто невозможно жить. В нашем городе проводится целый ряд мероприятий, посвященных неделе книги. Молодежь в разных частях города устраивают танцевальные флешмобы с книгами в руках. Акция началась сегодня. Как она проходит, расскажет Екатерина Афанасьева. Областная юношеская библиотека имени Жаика Бектурова проводит акцию «Неделя книги». Мероприятие приурочено к 25-летию независимости Республики Казахстан, 80-летию Карагандинской области, 40-летию библиотеки и 20-летию молодежного центра БОТА. Акция началась с танцевального флешмоба в трех точках города, на 45-м квартале, в здании ЦУМа и в магазине «Мечта», а продолжится в стенах библиотеки. На этой неделе, которая приурочена таким знаменательным датам, в нашей библиотеке будут проходить различные мероприятия, обзоры, игры викторины. В акции принимают участие молодые люди Караганды. Студенты вузов и колледжей подготовили специальные костюмы, тематические танцы и атрибутику. Нила Гурницкая учится в медицинском колледже. Своё свободное время она проводит в компании книг. В акции девушка принимает участие с огромным удовольствием и энтузиазмом. Мы хотим, чтобы люди не скучали, не сидели просто в телефонах, а чтобы читали живую книгу, чтобы они почувствовали всё, что написано в ней. Акция продлится до 19 апреля. Организаторы подготовили много интересного и познавательного для посетителей библиотеки имени Жаика Бектурова. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Александр Цирикидзе, 1-й карагандинский. И ещё об одном. В Караганде прошёл отбор на областные соревнования Сарарка-Барсы. 30 спортсменов из Караганды боролись за участие в областном турнире по национальному виду спорта Казах-Курисе. Представлять наш регион будут 16 сильнейших борцов. Как проходят городские соревнования по национальному виду спорта, пришёл посмотреть вице-президент Азиатской конфедерации Казах-Курисе Абай Зекиров. Сам он с молодости занимается этим видом спорта. 10 лет назад в Нуринском районе на соревнованиях между школами Абай Курмашевич заметил одного борца. Оценив его потенциал, стал упорно тренировать парня. Я увидел, как он борется, желания его, приёмы его. Так как я сам раньше боролся, в этом деле хорошо разбираюсь. Закончил высшее образование, работал в спецназе, в Беркуте. Сейчас мы его в Динамо перевели. Так как он без спорта не может, но сейчас в Динаме. Как говорит Абай Курмашевич, Ирки Булан Баталов стал для него как сын. Сейчас парень вышел в финал городских соревнований. За его спиной уже множество побед. У него около 50 медалей за областные и республиканские соревнования. И больше половины из них золотые. Вот эти на городских соревнованиях я уже каждый год выступаю от имени департамента внутренних дел области. А сами не хотите борцов тоже? Ну это со временем, когда возраст придёт, наверное, тогда я буду тренировать своих детей. Национальный вид спорта «Казак Курисы» набирает популярность среди молодёжи. На городском турнире «Сарарка Барысы» карагандинские ребята боролись за участие в областном соревновании. Защищать честь Карагандинской области будут 16 спортсменов в разных весовых категориях. Областной турнир пройдёт 23 апреля в спортивном комплексе «Жастар». Ребята уже не раз положительно проявляли себя в соревнованиях. Тренеры возлагают большие надежды на карагандинских борцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова